по окружности задача номер 13 вот возьмем веревку длиной 1 метр прикрепим к веревке груз массой 2 килограмма и начнем вращать причем вращать будем в горизонтальной плоскости то есть такой конический маятник образуется так вот сейчас предстоит ответить на ряд вопросов известно что веревка выдерживает максимальное натяжение напряжение 100 ньютонов станет она да вот вопрос если мы будем крутить сначала медленно допустим там все быстрее 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 то при каком угле первый вопрос при каком таком угле эта веревка порвется вот все при каком угле веревка порвется задачка не очень сложно просто нужно взять и нарисовать все силы вот так она у нас вращается первая сила какая сила тяжести понятно дальше сил натяжения нити а теперь разложу силу натяжения нити на на две составляющие по оси x по оси y вот в данной ситуации вот этот уголок нам интересен вот он а вот это что за сила это проекция сила натяжение нити на ось y будет равняться т косинус альфа все больше нас пока ничего не интересует потому что нужно найти вот этот угол по оси y нет движения поэтому по первому закону ньютона сумма всех сил равна нулю я всегда говорю первый закон ньютона нужно понимать следующим образом все силы в данной ситуации которые действуют вверх равны всем силам которые действуют на этот шарик вниз тут всего две силы т косинус альфа проекция силы натяжения на ось y и силы тяжести значит т косинус альфа равняется м же все отсюда будет следовать что угол это м же деленное на т во всех задачах которые решая беру же равна 10 метров на секунду квадрате на секунду в квадрате подставить численное выражение и с помощью калькулятора мы можем получить ответ 78.46 все на первый вопрос ответили теперь у нас будет второе вопросе а с какой такой скоростью вот этот шарик оторвется то есть какая скорость будет у шарик когда порвется нить вот в данной ситуации что мы делаем так найдем проекцию натяжение нити на ось x вот она это т синус угла альфа вот когда т синус угла альфа это та сила который заставляет шарик как раз и вращаться по окружности это причина центра стремительного ускорения м в квадрате деленное на радиус вот эта скорость нам найти и нужно ну что это получается в квадрат это арт и синус альфа деленное на массу вот елки-палки радиуса нет ну и что зато есть длина нити так что такое синус это то что против а против как раз радиус на гипотенузу то есть у нас радиус l синус альфа вот и подставим место радиуса что пишем л синус умножить на т еще раз умножить на синус и поделить на массу и в конце концов мы получаем скорость равна квадратный корень л т синус квадрат альфа и деленное на массу ну доставьте себе удовольствие возьмите калькулятор и посчитайте а если вы все правильно сделать должны получить ответ 6 целых девятьсот двадцать восемь метров в секунду вот с такой скоростью шарик оторвется от нити но иногда и тут еще раз еще спрашивают какова траектория движения как он будет двигаться на что это будет похоже а будет похоже это на движение шарика который бросили горизонтально вот движение тела брошенного горизонтально вот так вот и начнет падать то есть траектория движения его траектория движения будет вот такая вот штука вот траектория его движения то есть вот он оторвется и начнет сразу же падать потому что крутим то на какой-то высоте вот так вот спасибо за внимание не забудьте поставить лайк после просмотра если конечно понравилось всего доброго до свидания если вопросы возникли пишите с удовольствием отвечу бай бай